в эту новую индустрию, или, скажем так, не входной барьер, а барьер перехода. То есть, если мы смотрим, например, на сегодняшний день на рынок того же самого строительства, моделирования, конструирования и так далее, то... Да, там есть листья, попросила, кстати, очень интересная. Суть, что сегодня называется общим бизнес-контактом, оно фактически задает новый уровень компетенции и требует от участника рынка ему соответствовать. Если индустрия ему не соответствует, не знает, там, тех самых систем, не умеет, с кем работать, какая-то компания не процедулась, она просто фактически в данный момент выпадет своей. У меня один вопрос к вам, Владимир, а один к Алексееву. Значит, к вам, вот те платформы, которые вы настройки, в какой ли они, на ваш взгляд, отвечают на картинки индустриальных платформ, о котором представил Алексей со всеми характеристиками. Насколько они близки к этому, или со всем проходными яблочками, или там еще далеко. Давайте следующим образом. То есть, чтобы ответить компетентно на ваш вопрос, надо каждый телефон разложить на большое количество параметров. И в этом смысле это требует. Больше это минут 30-40 на каждую. Да, если как-то так вот по десятибалльной шкале, условно, проходиться, то я бы сказал, что Алис Смарт Кэп в своей индустрии, наверное, уже близок к семерочке. Я бы даже сказал больше, потому что там очень высокий уровень автоматизации всех процессов. Есть еще поговорить, в том числе поиск полных и неполных совпадений, там еще неполностью отраслевые глоссарии можно продвигать и обращать. Поэтому в каждой индустрии с развитием платформы открываются все новые и новые дефронтиры. То есть, например, Алис Смарт Кэп в самом начале, когда мы его проектировали, мы даже не задумывались о том, что Алис Смарт Кэп станет каким-то значимым участником на рынке преднастроенных ядер для автоматических переводчиков. Но, например, эти лингвистические активы, упаковав в определенную оболочку, они стали игроком, с которым считаются все, лидер индустрии. И в этом смысле развитие платформы любой, оно позволяет открывать новые рынки и двигаться дальше в этой автоматизации и цифровизации на новый уровень. Вопрос? Ну, наверное, даже кобоим вопрос. Вот как вы видите, врату под всей этой затеей, этого стремления, роль таких бизнесов небольших, где в ядре может быть работать 5-10 человек, которые уже вышли на самоокупание. Оптимистично. Можно ли я дам очень такой важный комментарий? Когда у нас вот эта лидеризация наступает серьезная, происходит следующее. Происходит дробление бизнеса, как ни странно, функционально. То есть, когда у тебя сбыт завязан на единую платформу, а эффективность сбыта завязана на твоих показателях собственной эффективности, то есть, когда ты, ну, образно говоря, у тебя вот проходит 100 миллионов гаек в год, а ты производишь 300 тысяч гаек в год. Твоя доля на рынке очень маленькая, и поэтому у тебя там снижение цены на руд дает тебе сразу почти продажу всего склада. Ну, потому что где-то очень, ну, ликвидность рынка очень высокая. В этом случае у тебя, ты концентрируешься очень сильно на основном бизнесе. И в этом случае, как ни странно, начинают распадаться всевозможные вертикально интегрированные структуры. Потому что вот я боялся, что мне гаек не хватит, я свой гайковертный завод купил, да, а этот завод теперь, он непонятный, как вам работает эффективно, не эффективно, но есть теперь ликвидный рынок. Мне теперь этот завод, по идее, надо на этот рынок выгнать, пусть они туда избытки гаек продают, да, а с этого рынка можно брать любое количество гаек в любой момент. Так я его, может, выделю, и пусть работает и живет сам себе, и отдельно там директоры их будут воспитывать, понимаете. Поэтому вот то, что в Китае, допустим, тот экономический рост Китая, во многом условлен именно тем, что они созданы условия, где там два человека со сварочным аппаратом могут создать вот тут бешеную китайскую кузницу и ковать вот эти вот кошмарные фланцы, которые там, ну, эти двухметровые. Совершенно спокойно. То же самое, но другие слова. Платформы снимаем с маленьких, особенно, новых средних предприятий, большое количество непрофильных для них, и заставляют коллектив специализироваться вот только на своей зоне компетенции, и там находить все новую и новую организацию и развиваться. Вот, например, смарт-карт тот же самый. Он, по-моему, ну, если вот он там, как дальше будет развиваться, да, он, например, такое понятие, как бюро переводов, может просто похоронить, камень и бетонную сверху. Потому что он сам за ним нужен. Понимаете, в принципе, он его не хоронит, он у него переформативный. Он даже переформативный. Зачем бюро переводов переводчику? Он сам может работать прекрасно, да? То есть бюро переводов нужно на то, чтобы там на анборшопе не акции. Не будем смотреть на сцене. Да. У меня вопрос такой вот. Глядя на такие примеры, которые связаны, конечно, с понятием связей в экономике, как, например, интегратор продукта и поставщики. Боин. Собирает самолет, масса поставщиков. Глядя на эти примеры, я могу предположить, что какой-то доплатформенный способ организации многосторонних рынков, конечно, уже было и есть. Да. Да. Да ваш блядь, каков он и в чем его решили? Вы знаете, спасибо бы за вопрос, я его ждал. Потому что меня его всегда задают к рассуждению вопроса. А как же Боинг и его 10 тысяч подрядчиков? Нет, у меня вопрос другой. Ну, доплатформенный способ. Значит, смотрите, доплатформенным способом существуют, первое, выставки, конференции, справочники, поиск гугли, отраслевые порталы, форумы и так далее, и так далее. Все то, что вы делаете сейчас, если вам нужно купить, там, не знаю, поршень для КамАЗа, вот это и есть тот самый доплатформенный способ. Организация многосторонних рынков. Да. А какие еще способы есть? Каленфокусы. А это и есть по сути организация многосторонних рынков. То есть вот маркетинговое агентство чем занимается? Маркетинговое агентство занимается тем, что они анализируют рынок. Средняя цена на поршни и коленвалы. И торгуют этой информацией, кто-то принимает на основании этой информации инвестиционное решение. То есть вот вся инфраструктура организационных, она состоит собственно из профессиональных сообществ, ассоциаций и тех, кто зарабатывает на информацию я попробую по-другому чуть-чуть отметить. Вот твой конкретный пример про Боинг и в принципе кто занимается с этим, все знает, что у Боинг используют систему Экзостат, которая эшелонирована с цепочкой поставщиков до 6-го колена. И это автоматизация конкретной его цепочки поставщиков и эшелонизация требований к ним. И в этом смысле для отдельно взятой корпорации они создали фактически свою платформу. как для финальных сборщиков, в том числе зациклили туда все данные по эксплуатации с ремонтом базовых аэропортах и и так далее. Но когда мы говорим про индустрию в целом, а не про одну конкретную компанию, то у нас здесь слегка меняется логика. То есть нам нужно эти данные представить не в интересах, одного конкретного участника, а на каждом этапе построить некую модель автоматизации подбора из конкретной среды. Когда у нас поставщиков подбора и той же гайки может быть десятки, сотни, когда у нас даже элементы проектирования и моделирования могут быть подрядчики под эти типы работ браться из конкретной среды. И в этом смысле это оптимизирует в том числе все участки, даже те, которые увольны на сегодняшний день симулятор. не оптимизируют. Можно еще момент какой-то? Аренок реверционный это аренок с низкорепидностью. То есть число людей, производящих на нем каждые компоненты, оно по пальцам известно в любую области. понимаете? Поэтому я же говорю, что он говорит по высоколепидной рынке. Но и здесь есть один нюанс. Все уникальные продукты, все низколепидные рынки имеют обравление из высоколепидных рынок. То есть трактор, который вы разработали, может быть абсолютно уникальным, а вот двутавр, который вы покупаете, чтобы варить его части, абсолютно не уникальный. И гайки самые простые и так далее. Это взаимоотействующие вещи. Ваша постановка, она нового свойства, она как бы задает некий процесс код организации, гвозящий тотальный характер. Другой язык, каким образом в каком языке будут говорить те, которые золотые и 2000 сыграли? 2000 платформ. В этом смысле мы какой язык будем обсуждать? Язык пользователя, о котором это так. Я предлагаю обсуждать суммарно проанформизацию и экономики. Алексей нам дал доклад про то, что такое платформ во больших деталях, чтобы не было в этом месте у нас сильно различаемого понимания, чтобы мы дальше двигались, исходя из этого понятия платформы, как единички, которые мы между собой пытаемся сложить и научиться производить значимых больших количеств. Есть ваша схема, которая существенно усложняет этот разговор. Я на нее интересен, когда задают этот разговор, потому что там будет многоязыкость и непосредственность. Она задается, когда делается набор месяцев из одной точки, проектировщик платформы, например, в третьей точке, становится непонятно, потому что он говорит как бы обо всем ставках. Соглашусь, что с метрологической точки зрения нужно было бы поставить более корректно задачу этого мероприятия, но в связи с тем, что это первое мероприятие в этом цикле и мы пытаемся зайти на достаточно большую серьезную программную тему, мы посчитали правильным именно так, как и в этой ситуации. Спасибо. Во-первых, по высоколиквидным рынкам, да, по высоколиквидным рынкам, когда идет доплатформенная вещь. Алибаба сделал свою платформу по логистику и все прочее на базе работы сингапурской компании, которая 40 лет эту доплатформенную часть сделала. просто я в этой должности работал. Она 40 лет делала платформенную часть, которая дизайнер обращается в эту компанию, в одну входящую, а ему предоставляют все те услуги, про которые вы говорили, от цвета, все, 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 заканчивается дизайн, у этой компании 4000 поставщиков разного типа. Они собрали до платформы, у них не было ничего. это на самом деле 4 тысяч очень мало. Нет, ну хорошо, 8 миллиардов. Это не вопрос, я в доплатформенной части говорю. В Каменной Аммиаке было 3 поставщика, Ваня, Кейт и Коля. А, И, И, О. Просто я расскажу, что было доплатформенной. Когда мы разговариваем, действительно есть история, которая была. И она сделана, и она работала. То есть четко взаимодействовали поставщики, исполнители и все прочее. А потом Алибаба, когда это было оттаживано, забрал у нее эту часть и автоматизировал на платформе. Я не услышал ни вопроса, ни чего-то, чтобы я на самом деле услышал вопрос, на который не получил ответа, такой косвенный, почему у нас нету множества сейчас таких проектов, наверное, интересно, да? Платформ? Да, платформ. Почему нету сейчас такой вал платформ, почему он есть там где-то в Китае, почему в России, казалось, IT-чистые вещи, что переделать. Дело в том, что весь этот бизнес по созданию платформы, на самом деле, он очень тяжелый. Принципиальным моментом создания любой платформы является то, что до достижения ее нижнего порога вовлечения числа участников и нижнего порога ликвидности, она из себя представляет тяжелейший чемодан абсолютно без ручки, который деньги ест как не в себя и никаких денег не приносит. Поэтому ее невозможно развивать методами, как вы знаете, как на интернет-магазине, да, вывесил товар, вот, у тебя одна продажа в неделю пошла, а через неделю 10 продаж в неделю, а через месяц у тебя 100 продаж в неделю и ты вот так вот постепенно раскучиваешься. Это нельзя постепенно разбудить. То есть ты должен, образно говоря, вот ты взял какой-то сектор рынка, ты поверил в то, что ты это сделаешь, ты должен взять определенный объем ресурсов не ниже чем и просто ломить туда и уж там либо грудь в крестах, либо голова в хрустах. И по-другому это, к сожалению, не работает. Я не знаю способа сделать этот процесс плавным данным. Поэтому у нас часто с этим сложности. Предлагаю пойти дальше или давайте. Раз, два. Вот если вернуться к предыдущей картинке, которая была, вот операторы цифровой, они работают с данными. Есть владелец данных, да, получается, оператор владелец. Оператор цифровой платформы это тот бизнес, который владеет конкретной платформой. Платформой. То есть это стартап, условно, который построил платформу в своей душе. Сами данные по тому, где какие товары производятся и какие продаются, получается, они к определенной платформе прилеплены. Ну и, соответственно, агрегатором является. И получается, платформа между собой конкурирует. И тому же самому таксисту, который подключается либо в Яндекс, либо в Uber, теперь вопрос. А он хитрый, и туда, и туда. О, и получается, что, в общем, почему бы не сделать еще один уровень, уровень протокола. Ну и дальше децентрализованные платформы, как OpenBazaar, где, по идее, можно эту базу данных использовать любым платформам. Понятно, что в платформе хранится информация. Она является гарантом, то есть страховку несет, и в ней репутация накапливается. Вы иди, и разбиты данные? Ну, когда просто люди сошлись в одно место, в второе, чем они отличаются от рынка, в который кто-то вложил деньги и построил рынок? Ну, дикие хуже. Дело все в том, что есть еще один нюанс. Все эти платформные решения, я не знаю случаев, чтобы они изнутри индустрии выросли. Вот не знаю вообще. Не таксист придумал игр, не интернет-магазин придумал Яндекс.Маркет, не автодилер придумал и карпрайс, не переводчик придумал в смарт-кат. Понимаете? То есть это всегда приносится туда со стороны раз. Второй момент. Конкуренция между платформами здесь есть благо, потому что, если платформа собирает на себя 80-90%, почему сейчас Uber, Яндекс и прочие тратят огромные деньги на то, чтобы собрать максимум подъездок, не дотянуть водителя, не убивать какие-то безумные деньги? Они борются за то, чтобы стать одним. Потому что, когда ты стал одним, ты можешь после этого образно выключить с рынка столько денег, сколько хочешь. И поэтому конкуренция между платформами точно так же нужна, потому что она ограничивает жадность самой платформы и не дает ей из двигателя рынка, дающего ценность рынку, превратиться в пожирателя этого рынка. Алексей, спасибо. Я думаю, что я думаю, Продолжение следует...